Бытует мнение, что язык — это наше оружие. Сейчас язык под угрозой, если не исчезновения, то серьезных изменений. Значит ли это, что мы лишаемся такого мощного способа воздействия на окружающий мир? Что об этом думают современные ученые-лингвисты? Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск телевидения Сибирского федерального университета. И с вами я, Наталья Лаптева. Сегодня мы расскажем о международной конференции «Экология языка и коммуникативная практика», которая только что закончилась в Институте филологии и языковой коммуникации. Началась конференция с публичных лекций визит профессоров из Германии, Австрии и России. Это стало возможно благодаря фонду Михаила Прохорова, поэтому в Институте прошло настоящее языковое и коммуникативное погружение. Подробности у Айсей Джафаровой. Мы, наверное, заметили, что мы живем в такое время, когда информации ужасно много. Первую публичную лекцию для всех желающих проводит доктор филологических наук, профессор из Австрии Рената Фелицитес Райтмайер. Она говорит по-русски и рассказывает о русской корпоративной коммуникации. Еще одна тема, которой занимается лингвист из Австрии – антислова. Часто в масс-медиа появляются термины, которые вуалируют истинное значение понятий. Гармонизация пенсии придумали в наших масс-медиа для обозначения снижения пенсии. Гармония звучит очень хорошо, а снижение пенсии – очень плохое явление. Профессор Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета Галина Копнина определяет цель предстоящего научного форума, обращается к цитате «Классика». Известна метафора Маркина Хайдегера. Язык есть дом бытия. Жилище языка обитает человек. Экология языка или эколингвистика – это молодое научное направление, терминологический аппарат, которым начинает складываться. Задача конференции – обсудить предметный круг этой науки, а также практические возможности использования тех результатов, которые будут направлены на развитие нашего языка. В конференции будут рассматриваться вопросы, посвященные факторам, негативно влияющим на развитие языка, а также тому, какие существуют пути и способы его обогащения. Кто умеет устанавливать концептуальные взаимодействия, добивается очень много. Заслуженный деятель науки России, доктор филологических наук, профессор Тамбовского государственного университета Николай Болдырев рассказывает о роли языка в современном мире. Ему очень нравится красноярская публика. Конечно, публика везде отличается. Это зависит от региона, это зависит от того, кто присутствует на конференции, кто в ней участвует, какие специалисты из какой области. Но мне кажется, что красноярская публика отличается своей открытостью. Это очень приятно. Да, эта лекция была очень мне полезна. На сегодняшний день она была самая интересная. Преподаватель нам не давал скучать и постоянно показывал какие-то ролики. Поэтому было очень интересно его слушать. Конечно, это была лекция полезна, особенно мне, как студентке первого курса отделения филологии. Эта лекция была очень информативной. Асель Джафарова, Алена Мартыненко, Андрей Шицов, ТВ, СФУ. Первый день конференции начался с пленарного заседания. Там студенты и гости форума узнали, что со временем старые слова отходят на второй план или исчезают совсем. Изменяется их значение, а некоторые нейтральные раньше приобретают негативный оттенок. Уважаемые участники конференции, рада объявить открытым, самое значимое, можно сказать, по праву событие 2014 года в нашем институте. Для непосвященных слово эколингвистика звучит впервые. Но на конференции собрались специалисты в этой области, представляющие ведущие университеты России и зарубежья, а также студенты и аспиранты Института филологии и языковой коммуникации СФУ. Экология языка – это научное направление, которое распадается на несколько ветвей. Первое – это сохранение языков планеты исчезающих, а второе направление – это сохранение норм литературного языка. При этом нисколько не умаляем право на жизнь русских народных говоров, русских социолектов, русских профессиональных языков. То есть мы за многообразие языковое, чтобы в каждой нише, в каждой социальной среде люди могли эффективно пользоваться той системой языка, которой они владеют и которой мы обязаны их обучать. На пленарном заседании выступил профессор СФУ, доктор филологических наук Александр Сковородников. Он рассказал, что привычно еще несколько десятилетий назад русский литературный язык становится непонятен подрастающему поколению. Лексика, которую используют в своих шедеврах писатели XIX века, уже в новинку современному читателю. Своё мнение об эколингвистике высказал доктор филологических наук, профессор из Европейского университета в Санкт-Петербурге Евгений Головко. И профессор Тамбовского госуниверситета Николай Болдырев. Старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного Института филологии языковой коммуникации Елена Чистова считает, что нужно обязательно исследовать исчезающие языки. Сейчас я знаю, есть гранты, которые поддерживаются иностранными фондами, которые выделяют деньги как раз на исследование и поддержание, сохранение языков малых народностей. Директор Института филологии языковой коммуникации Людмила Куликова считает, что такие научные форумы в первую очередь нужны студентам. Поскольку ребята имеют возможность поучаствовать в живой научной дискуссии, послушать авторов, которых они цитируют, которых они изучают, и понять, что вообще университет – это образовательное пространство, не только образовательное пространство, но университет – это и храм науки. И они уже могут быть участниками творящейся науки, творящих происходящих исследований. Наталья Лаптева, Андрей Шуцов, ТВ СФУ. Второй день международной конференции «Экология языка и коммуникативная практика» также начался с пленарного заседания. Ученые-лингвисты прочитали свои доклады студентам и аспирантам СФУ, а после этого отправились на экскурсию в мемориальный комплекс Виктора Астафьева. Первое выступление Бранко Ташовича из Института словистики Градского университета имени Карла и Франца посвящено стилистическим аспектам сетевой коммуникации. Представим краткую характеристику проксиологического подхода к науке. Доктор филологических наук, заведующий кафедрой речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета Лилия Дускаева рассказывает о значительных изменениях языка масс-медиа за последние месяцы. А также указывает на главные ошибки журналиста при подаче материала в СМИ. Сегодня в наступлении идет интерпретация. Не хватает времени для сбора фактов. Пересказывают очень часто. Даже информацию непроверенную это часто происходит. Такого выпиющего отношения к проверке фактов вообще не бывало раньше. Профессор СФУ Ольга Фельде выступает с докладом о вымирании ангарского диалекта в Кежимском районе. В июле 2012 года состоялась экспедиция студентов, филологов и журналистов. Студенты ИФИЯК зафиксировали нематериальное историческое наследие переселенцев из Нижнего Приангария и создали фонд видео и аудиозаписи для сайта «Ангарский словарь», чтобы сохранить уходящие из жизни уникальные явления «Ангарский диалект и ангарскую культуру». После публичных лекций, посвященных экологии языка и коммуникативной практики, известные ученые вместе с ТВ СФУ отправились на экскурсию по достопримечательностям Красноярска. Из Красноярска гости отправились в мемориальный комплекс Виктора Астафьева. Он реконструировался в этом году. Около дома писателя еще появилось два привенчатых здания. В одном из них гости побывали на выставке, посвященной семье и творчеству писателя. Этот кедр он посадил своими руками. Когда он умер, кедр увял. Но когда поставили этот замечательный памятник, она вновь расцвела. Что же еще интересного узнают наши гости из этой экскурсии. Рядом с овсянкой протекает река Енисей. Гости спустились вниз, чтобы полюбоваться сибирскими ландшафтами. Эмоции, вообще просто молчал из материал. Потому что я занимаюсь изучением других писателей. Вообще это замечательно, что после него остались вот такие хорошие объекты, которые напоминают молодым новым поколениям не только о нем, но и о том, как в это время люди жили. Алена Мартыненко, Андрей Шицов, Новости СФУ. Итоги конференции будут подведены в виде специального выпуска институтского журнала «Экология языка и коммуникативная практика». Туда войдут лучшие статьи всех докладчиков конференции и приславших на нее свои материалы. Кстати, конференция носит именное юбилейное посвящение профессору Александру Сковородникову, основателю эколингвистического направления в Институте филологии и языковой коммуникации СФУ. Это был специальный выпуск ТВ СФУ. С вами была Наталья Лаптева. И как сказал Томас Фуллер, хороший язык – доброе оружие. Берегите его. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok